Книга «Открытым оком», том 29, вопрос 4008. Тема покаяния. «После объединения РПЦЗ с Московской Патриархией не вошедшие сумели ли объединиться между собой? Если одинаково всё понимают, то трудно ли быть вместе?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Какая же надобность снова составлять какой-то союз? Пусть каждый работает на Неве Божьей на своём участке». Попытки несогласных с объединением быть вместе не привели пока к положительному сдвигу. Вот архиепископ Тихон, которого я считаю во многом правее других, и агафангел. Что осталось с их желанием объединиться? Послушаем доводы обеих сторон. Об отношении русской истинно православной церкви к созданию епископом агафангелом Пашковским ВВЦУ Резолюция Третьего Совещания Архиереев, Духовенства, Монашествующих и Мирян РИПЦ 9.22 декабря 2007 года Полгода назад, после подписания 17 мая 2007 года, синодом митрополита Лавра унии с Московской Патриархией часть духовенства РПЦЗЛ во главе с епископом агафангелом Пашковским, называвшая себя лояльной оппозицией, отделилась от митрополита Лавра и объявила о создании Временного Высшего Церковного Управления РПЦЗ, провозгласив себя единственной наследницей русской зарубежной церкви. Архиерийским синодом русской истинно православной церкви было сделано обращение к епископу агафангелу с предложением начать диалог о возможности объединения. РИПЦ стремилась предотвратить назревающий раскол в русской церкви. Помочь епископу агафангелу и его группе исправить свою ошибку – неканоническое создание ВВЦУ и осознать необходимость покаяния в решениях Собора 2001 года. Именно поэтому РИПЦ решилась первая выступить с предложением о диалоге и не спешила с рукоположением архиерии для возрождающейся русской зарубежной церкви. Хотя в этом была насущная необходимость, и духовенство РПЦ Зе неоднократно обращалось в синод РИПЦ с просьбой о рукоположении архиерии. Вместо диалога епископом агафангелом и его группой были опубликованы в интернете неблагоприятные отзывы о РИПЦ. Предъявлен ряд необоснованных претензий и обвинений вплоть до оскорбительных высказываний о РИПЦ. Несмотря на оскорбительный характер высказываний епископа агафангела о РИПЦ, в электронных СМИ архиерийский синод не оставлял надежду на честный и равноправный диалог. При доброжелательном посредничестве предстоятеля болгарской православной старостильной церкви епископа Фотия, близко переживающего судьбу русской церкви, нам удалось получить от епископа агафангела предварительное согласие на встречу с председателем синода РИПЦ архиепископом Тихоном, которая должна была состояться во второй половине ноября нынешнего года. Однако уже в сентябре в письме к епископу Фотию епископа агафангел в одностороннем порядке отказался от диалога. Отказавшись неофициально от диалога, епископ агафангел публично выдвинул условия, которые изначально должны были завести переговоры в тупик. Среди таких условий «объединение» требований к синоду РИПЦ распустить синод и войти в состав новосозданного ВВЦУ. На правах автономии отверг епископ агафангел и возможность проведения совместного собора, называя РИПЦ расколом и самочинным сборищем. Он заявил, что совместный собор с раскольниками невозможен. 1 октября 2007 года. Потому как епископ агафангел всякий раз изобретал причины и придумывал поводы, чтобы уклониться от открытого и честного диалога с РИПЦ, было очевидно, что он не желает вступать в этот диалог. Таким образом, диалог был сорван по вине епископа агафангела, фактически даже не начавшись. Тем не менее, даже в таких условиях архиерейский синод РИПЦ ради блага единства Русской Православной Церкви не оставлял надежды на достижение взаимопонимания в вопросе ее правильного канонического устроения и продолжал призывать епископа агафангела к равночестному диалогу. Как бы ни были нелепы и оскорбительны заявления и высказывания епископа агафангела и его апологетов в адрес РИПЦ со стороны архиереев РИПЦ не было сделано о епископе агафангеле и его ВВЦУ ни одного оскорбительного или неуважительного высказывания. Агафангел на своем живом журнале сделал ряд заявлений о непризнании им того неоспоримого факта, что катакомбная церковь выстояла все формы гонения в СССР. И что РИПЦ является собирательницей общин катакомбной церкви в России, начало чему положил архиепископ Лазарь, и наследницей катакомбной церкви. Тем самым агафангел продолжил участвовать в председательстве катакомбной церкви начатым синодом митрополита Лавра. Он обратился к греческому старостильному синоду, противостоящих с просьбой помочь ему хиротонесать епископов для новообразованного ВВЦУ, где сам агафангел являлся единственным архиереем. Синод противостоящих долгое время отклонял просьбу агафангела в ожидании конструктивного диалога между ним и РИПЦ. И только после смены первой иерарха и изменения коренного курса в синоде противостоящих решения о сближении с официальной новостильной церковью Греции епископ агафангел получил удовлетворение своего прошения и рукоположил вместе с епископами Амбросием Мифонским и Георгием Аланским двух епископов для ВВЦУ. 19 декабря 2007 года, не дожидаясь решений собора собственной же группы, фактически присвоив себе всю полноту церковной власти, агафангел заявил, с РИПЦ как организацией уже никаких переговоров быть не может. Таким образом, агафангел планомерно исполнил задуманную им программу не допустить диалога с РИПЦ, поставив клириков и паству РПЦЗ, примкнувших к его ВВЦУ, в зависимости от его собственных пристрастий и интересов. После того, как агафангелом были отвергнуты все попытки РИПЦ начать конструктивный диалог, необходимо проанализировать произошедшие с 7 мая события и подвести итог. 1. Неканоничность новосозданного ВВЦУ 22 мая 2007 года в интернете было опубликовано заявление от имени епископа Даниила Ирийского о создании им ВВЦУ и передаче своих полномочий агафангелу. Однако уже 15 июня он опроверг это заявление, объявив, что подпись от него была получена обманным путем. Тем не менее, агафангел и его последователи взяли заявление Даниила за основу для создания ВВЦУ и объявили епископа агафангела его председателем, можно указать несколько конкретных грубых канонических нарушений, допущенных при образовании ВВЦУ. Прежде всего, ВВЦУ создано без соборного определения, лишь на основе неправомочной, с канонической точки зрения, частной записки векарного епископа Даниила Ирийского. Да и саму записку невозможно признать его частным мнением, поскольку сам епископ Даниил позже заявил, что ее он не писал и поставил подпись, не разобравшись, доверяя тем, кто ему ее принес. К сожалению, история с немощным и уже плохо разбирающимся происходящим владыки Даниилом напоминает мансальвильский сценарий с его трагическими манипуляциями и фальсификациями документов. Кроме того, есть другой, более принципиальный канонический аспект. Векарный епископ, каковым является Даниил, по канонам не имеет права учреждать высшее церковное управление. По слову святого апостола Павла, «меньший благословляется большим» – еврея 7.7. «Не может больший благословляться меньшим». «Не может создать орган высшей церковной власти тот, кто сам не имеет власти правящего архи... епархиального архиерии». «Это иерархический принцип церкви», который в данном случае грубым образом попран. По святым канонам, векарный епископ без благословения своего правящего архиерии не имеет даже права рукополагать клириков выше сана и подиакона. Более того, указ номер 362 святого патриарха Тихона, на который ссылаются создатели ВВЦУ, издан для епархиальных архиереев. Пункт 2 указа 362 гласит, «Если высшее церковное управление во главе со святейшим патриархом прекратит свою деятельность, епархиальный архиерий немедленно входит в сношение с архиериями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, находящихся в одинаковых условиях, в виде ли временного высшего церковного правительства или метрополичьего округа, или еще иначе». Из указа совершенно очевидно, что полномочиями на создание ВВЦУ обладают только правящие епархиальные архиереи, но не викарии, которые являются лишь помощниками епархиальных архиереев, согласно канонам, а также пункту 5а указа 362. Кроме того, в указе четко сказано, что для организации инстанции высшей церковной власти епархиальный архиерей должен войти в общении с правящими архиереями других епархий. То есть, Агафангел, будучи в единственном числе, не имел права создать ВВЦУ. Вызывает недоумение и тот факт, что Даниил, учредив ВВЦУ в кавычках, сам не принял участие в нем, оставшись с митрополитом Лавром, и осудил всякие отложения от синода Лавра, назвав это расколом. Второе. Принятие хиротонии от греческого синода противостоящих. Согласно второму пункту указа 362, епископ Агафангел обязан был войти в сношение с архиереями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, находящихся в одинаковых условиях. В данном случае такими архиереями соседних епархий являются архиереи Р.И.П.Ц. Поэтому Агафангел с целью восстановления канонического церковного управления за границей должен был обратиться за помощью к архиереям Р.И.П.Ц. Не желая усугубления раскола внутри русской церкви, архиереи Р.И.П.Ц. протянули ему руку помощи, обратившись к Агафангелу с предложением о диалоге и примирении, проявив таким образом экономию. Однако епископ Агафангел в нарушении пункта 2 указа святого патриарха Тихона отказался от такого предложения. Вместо того, чтобы войти в сношение с соседними епархиями русской церкви, Агафангел обратился к другим поместным церквям с просьбой совершить ему рукоположение архиереев для ВВЦУ. Предполагая, что Агафангел пойдет на совершение неканоничных хиротоний, еще 16 ноября 2007 года наши собратья за границей на совещании духовенства имирян Р.П.Ц.З., состоявшемся в городе Трентон, Нью-Джерси, США, высказали следующее предупреждение, вошедшее в резолюцию совещания. Вмешательство иной поместной церкви внутреннюю жизнь русской православной церкви, согласно святым канонам, недопустимо, поэтому любые архиерейские хиротонии, совершенные греческим, румынским или иными синодами при игнорировании канонических архиереев поместной русской церкви, являются грубым нарушением церковных канонов. Такие хиротонии будут неканоничными и еще более усугубят трагическое разделение в русской церкви. Разрешение кризиса в русской церкви, который возник в результате унии части РПЦЗ с Московской Патриархии, это внутреннее дело по местной русской церкви. В русской церкви есть свои канонические архиереи, которые могут и должны помочь зарубежной церкви восстановить свой канонический епископат. Подобно тому, как зарубежная церковь в 1982 году помогла восстановить епископат для катакомбной церкви в России. Мы вынуждены констатировать, что это предупреждение духовенства и паства РПЦЗ было проигнорировано как агафангелам, так и греческим синодам противостоящих, которые вопреки святым канонам совершили эти неканоничные хиротонии и продели еще один раскол в русской церкви. Кроме того, новые хиротонии совершены не только для зарубежья, но и для России, где епископам агафангелам насаждена зарубежная епархия, санкт-петербургская и северорусская. Зарубежная епархия в сердце России противоестественна по определению, ибо неясна, по отношению к какой стране она зарубежная, российской или, может, украинской. К сожалению, этим шагом агафангел еще усугубил раскол не только в зарубежье, но теперь и в самой российской церкви. Необходимо обратить внимание, что эти хиротонии совершены не прежним составом Синода противостоящих. В конце октября сего года в этом Синоде произошла смена руководства, и его состав существенно обновился. Новый Синод официально провозгласил курс на сближение с Экуменистической новостильной Элладской церковью. И именно от этого нового состава Синода были получены хиротонии для ВВЦУ. В состав нового Синода вошли новорукоположенные епископы, а также беглый запрещенный служений клирик РИПЦ Георгий Пухаты из Осетии. Несколько лет назад, после того, как в РИПЦ ему было отказано в епископской хиротонии, он перешел в Синод противостоящих, где был принят без отпускной грамоты и где получил неканоничную хиротонию. Фактически, Синод противостоящих рукоположев Игумена Георгия Пухаты учредил новую национальную церковь Алланскую на территории другой поместной церкви, что уже само по себе является грубым нарушением канонов. Игумен Георгий Пухаты неоднократно официально заявлял о возрождении им Алланской православной церкви и призывал сергианского патриарха Алексия II к взаимному признанию на лицо грубое нарушение Синодом противостоящих канонических правил Вселенской церкви. Игнорирование канонических границ с другой поместной церкви. Фактически, епископы для ВВЦУ были хиротониса саны архиереми двух церквей греческой Синода противостоящих и неканонической Алланской церкви. Таким образом, новые епископы ВВЦУ РПЦЗ рукоположенные Агафангелом с участием епископа Амбросия Мефонского и неканонического епископа Георгия Пухоте не могут быть признаны законными преемниками и епископами РПЦЗ. По сути, новорукоположенные епископы в лучшем случае являются архиереми Синода противостоящих, а не РПЦЗ. Третье. ВВЦУ епископа Агафангела не является полнотой РПЦЗ. Возникшая полгода назад группа Агафангела Пашковского объявила себя единственной канонической наследницей Русской зарубежной церкви и наметила созыв V Всезарубежного собора. Эта группа не может быть признана единственной канонической правоприемницей РПЦЗ, поскольку и РИПЦ, и значительная часть духовенства и пасты за границей, помимо группы Агафангела, не признала унии с Московской Патриархией. Все мы отошли от пропатриархийного Синода Митрополита Лавра согласно 15 правилу двукратного Константинопольского собора. Раньше 17 мая не желая идти на компромисс с совестью, так как видели, что новый курс Синода Митрополита Лавра на объединение с Московской Патриархией открыто проводился в жизнь еще с собора РПЦЗ 2001 года. Группа Агафангела является лишь одной из частей РПЦЗ, причем той частью, которая шла на компромисс с новым курсом Лавра до последнего. Даже после своего отхода от Синода Митрополита Лавра ВВЦУ на совещании в Астории подтвердила свою приверженность всем решениям Синода Лавра до 17 мая. Такая позиция невозможна для епископа, который на первое место ставит принципиальные вероисповедные вопросы. Это еще раз свидетельствует о том, что новосозданное ВВЦУ является в лучшем случае наследником незаконного Синода Митрополита Лавра, а не всей полноты РПЦЗ. Уйдя из РПЦЗ-Л, группа Агафангела получила хиротонии от греческого Синода противостоящих, который после принятия курса на сближение с Экуминистической новостильной церковью немногим отличается от Синода Лавра. Все пребывание Агафангела в Синоде Лавра после октября 2001 года вызывает много недоумений. Во-первых, в 2001 году Агафангел принимал участие в Первом Воронежском совещании архиереев духовенства и паствы РИПЦ-РПЦЗ, обратившемся к Собору РПЦЗ с просьбой отменить неправославные решения Собора 2000 года. Касающиеся диалога с Московской Патриархией и евхаристического общения с Экуминической Сербской Патриархией, Агафангел должен был выступить на Соборе РПЦЗ 2001 года от лица российских преосвященников и духовенства РИПЦ с этим обращением. Однако, прибыв на Собор в октябре 2001 года, Агафангел резко изменил свою позицию, не передал Собору, принятые на Воронежском совещании обращения, и примкнул к Синоду митрополита Лавра, отдав за избрание Лавра свой решающий голос. Во-вторых, после октября 2001 года по поводу подготовки объединения РПЦЗЛ с Московской Патриархией, Агафангел сделал несколько противоречивых и взаимоисключающих заявлений. Более того, на 4-м Всезарубежном Соборе РПЦЗЛ он сослужил с митрополитом Экуминической Сербской Патриархии. Все время его пребывания в РПЦЗЛ после 1-го Воронежского совещания это непрекращающийся компромисс с деятельностью Лавра и его Синода. В-третьих, за эти 6 лет Агафангелом на Украине был принят ряд клириков из Московской Патриархии и других юрисдикций, а также совершены новые рукоположения. Многие из принятых и рукоположенных имеют серьезные канонические препятствия к принятию священнического сана. И это еще раз заставляет сомневаться в принципиальности вероисповедных позиций Агафангела. Вероятно, единственная его цель это создание собственной церковной структуры любой ценой. Вызывает немалые недоумения и то, что в ВВЦУ Агафангела наметила созыв так называемого Пятого Всезарубежного собора. Как уже было сказано, Агафангел и его последователи не являются всей полнотой РПЦЗ, а собор части РПЦЗ по канонам не может быть признан всезарубежным. Более того, в РПЦЗ еще не было законного четвертого Всезарубежного собора. Так называемый четвертый Всезарубежный собор, проведенный весной 2006 года, не являлся всезарубежным, поскольку он представлял неполноту РПЦЗ, а всего лишь одно из течений в ней, апостасийную группу Лавра. В этом форуме не принимали участие незаконный первоиерарх РПЦЗ, митрополит Виталий, ни российские первосвященные РИПЦ, приосвященные РИПЦ, ни представители других частей РПЦЗ, отвергшие новый курс митрополита Лавра на унию с Московской Патриархией. Поэтому невозможно признать законность ни так называемого Четвертого Собора, ни тем более Пятого Собора. С канонической точки зрения правомерно говорить о необходимости созыва подлинного Четвертого Всезарубежного Собора, в котором приняли бы участие представители всех частей РПЦЗ, отвергшие унию с МП. Присвоение Агафангелам собранию своей небольшой группы статуса Всезарубежного Собора с канонической точки зрения не может быть оправдана. Попытки Агафангела выносить суждения и выступать от имени всей полноты РПЦЗ не более чем узурпация не принадлежащей ему власти над РПЦЗ, подобная тому, как митрополит Сергий Строгородский в 1927 и 1943 годах незаконно восхитил власть над полнотой Российской Церкви. С другой стороны, как эта группа может претендовать на полноту РПЦЗ, когда ее центр находится не за рубежом Отечества, а в его пределах, в городе Одессе? Какой же это зарубежный Синод? Скорее, это украинский Синод для епархий русской традиции. Об этом недвусмысленно высказался и сам Агафангел, комментируя в интервью Униан от 17 мая 2007 года причины своего отложения от РПЦЗЛ. Это объединение с Московской Патриархией нам, по крайней мере, в Украине не подходит, потому что мы должны тогда стать частью Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Здесь в Украине мы должны оставаться собственной Русской Церковью, которая должна объединить людей разных национальностей, которые желают воспитываться в русле русской духовной традиции. И у них всех есть право иметь здесь свою Православную Церковь. Потому я категорически отрицал предложение войти в УПЦМП. Я считаю вполне нормальным, чтобы в Украине отдельно существовали Украинская и Русская Церкви. Очевидно, что это главная причина отказа Агафангела от объединения с Московской Патриархией. Кроме того, зарубежная церковь в пределах бывшей Российской Империи это нонсенс с канонической точки зрения. Как можно в пределах Отечества быть за рубежом? В России может быть только Российская Церковь, а за ее рубежами Церковь Русской Диаспоры, чем и является по своей сути РПЦЗ. Налицо образование совершенно новой церковной организации, мало чего общего, имеющей с прежней РПЦЗ, хотя и использующей ее историческое название. Эта новая организация к тому же находится под влиянием украинских политических групп, интересы которых неизбежно придется исполнять так называемому Украинскому Синоду Агафангела. Однако вызывает сомнение то, имеет ли вообще Агафангел какое-либо отношение к РПЦЗ как к таковой. Законного первоиерарха РПЦЗ митрополита Виталия он предал на соборе в Нью-Йорке в 2001 году. Синодом митрополита Лавра он также запрещен. Так какие же основания у новосозданного ВВЦУ и его председателя выступать от имени РПЦЗ? К тому же и рукоположен он был в 1994 году не в РПЦЗ и не для РПЦЗ. В связи с чем архиерейский синод зарубежной церкви решением от 9 22 февраля 1995 года отказывался признать его епископом и запретил священнослужение. Сомнительность экклезиологии епископа Агафангела это четвертое. Помимо канонических нарушений со стороны Агафангела и созданного при нем ВВЦУ между этой новообразованной группой и РИПЦ существуют серьезные различия экклезиологического характера. В первую очередь в отношении к сергианской московской патриархии и новостильно экуменическому так называемому официальному православию. Это видно из заявлений самого Агафангела. Его несогласие на унию с московской патриархией основано не на твердом экклезиологическом фундаменте верности истинному православию, а всего лишь на нежелании входить в состав УПЦ МП на правах рядового архиерея, то есть на желании ни больше, ни меньше иметь собственную церковную организацию. Из интервью Агафангела Уния от 17 мая 2007 года и всех его действий за последние 6 лет видно, что другой цели он перед собой никогда не ставил. Как неоднократно заявлял Агафангел, соединение с московской патриархией он считает не отступлением от истины, а всего лишь преждевременным объединением, называя московскую патриархию несвободной частью единой церкви. Он не исключает возможности объединения с МП в будущем после так называемого поместного собора МП на более выгодных условиях. Идея созыва поместного собора МП в экклезиологии Агафангела занимает ключевое место. Процитируем ряд принципиальных высказываний Агафангела на эту тему. Первое. Я, признавая желанность объединения двух частей единой церкви, протестовал тогда и протестую сейчас против той формы объединения, которая изложена в акте. Я предложил своем особом мнении другую форму и сценарий объединения разрозненных частей русской церкви. Цитирую. Мы только можем временно до созыва поместного собора взаимно признать или не признать законность существования тех или иных частей церкви с существующим у них церковным возглавлением при условии признания отсутствия на сегодняшний день легитимно избранной высшей церковной власти по достижении единомыслия по вопросам экуминизма и сергианства и взаимного признания главенства в РПЦ грядущего поместного собора мы можем установить евхаристическое общение, не создавая при этом естественно общее высшее управление. Это и будет нашим каноническим и евхаристическим единением необходимым по словам отца Николая для обоюдного участия во втором поместном соборе Российской Православной Церкви. Таким образом, в моем предложении объединения не содержатся препятствия для созыва поместного собора. Епископ Агафангел 2 июня 2006 года. Второе высказывание. В моем понимании основной грех сергианства состоит в нарушении догмата о соборности церкви. В этом смысле сам факт проведения свободного поместного собора МП, подобного нашим всезарубежным соборам, и будет самым лучшим свидетельством покаяния в грехе сергианства и восстановлением соборного строя. Если бы декларация касалась бы только отношений церкви и государства, на чем делается акцент в разъяснении и в документах комиссии, то о ней действительно следовало бы давно забыть. Относительно поместного собора могу только повторить то, что писал раньше. Установление евхаристического общения при взаимном признании общей экклессиологии и сохранении имеющихся статусов частей поместной российской церкви вполне достаточно для совместного участия в поместном соборе, который один только правомочен определить легитимное каноническое устройство полноты русской церкви. Третье. Итогом поместного собора всех частей церкви должен стать акт о воссоединении разрозненных частей русской церкви и соборно утвержденное общее священно начале. Четвертое. Мы все искренне желаем единства русской церкви, однако считаем, что время для него пока не наступило. Мы не можем признать патриарха Алексия Второго главой всей русской православной церкви, поскольку таковым его может избрать только поместный собор РПЦ, который после 1918 года не созывался. Пятое. Мы предложили иной вариант построения наших взаимоотношений с московской патриархией и надеемся на рассмотрение этого плана нашим Синодом. Агафангел 16 октября 2006 года. Наше епархиальное собрание обращается к Синоду с просьбой рассмотреть это предложение, поскольку мы убеждены, что принятие его убережет нашу церковь от раскола и переведет процесс сближения в спокойное конструктивное русло. 12 октября 2006 года. Даже из этих немногих цитат видно, что в диалоге об объединении двух частей единой церкви Агафангел главной проблемой видит созыв совместного с Московской патриархией поместного собора, в котором он сам мог бы принять участие на равных условиях с архиереми МП. По-видимому, его не устроило не само объединение с МП, а то, что в Синоде митрополита Лавра не был принят предложенный им альтернативный проект объединения. Ясно, что такая экклезиология ничего общего не имеет с подлинным православным исповедничеством. не отвергая самой возможности объединения с МП и апостасийным мировым православием, уже после создания ВВЦУ епископа Агафангел заявил, я не считаю возможным для РПЦЗ объединения с МП, пока не устранены противоречия, нас разделяющие. Есть там благодать или нет, меня этот вопрос, говоря честно, просто не интересует. 17 сентября 2007 года. Соучаствуя в беззакониях синода митрополита Лавра, Агафангел ни в одном из них не покаялся, признав законность всех решений этого синода вплоть до 17 мая 2007 года. На этом фундаменте строится и все вероисповедное и каноническое основание его новообразованной группы, как правоприемницы апостасийного синода РПЦЗЛ. не забудем, что на соборе 2001 года он утаил от законного первоиерарха РПЦЗ митрополита Виталия решение Воронежского совещания архиереев и духовенства РИПЦ РПЦЗ и обращение совещания к собору и к самому митрополиту. Не огласил их и на заседаниях собора. Он не поддержал Виталия, как обещал на совещании в Воронеже. Если митрополит покинет собор, я встану и уйду вместе с митрополитом и тому подобное. Оголосовал за избрание архиепископа Лавра, приведшего РПЦЗ к падению. Его голос оказался решающим при избрании нового митрополита и от его верности или предательства, поэтому во многом зависело, состоится уния или нет. Однако он сознательно отдал свой голос в пользу униадского курса архиепископа Лавра, а значит является прямым соучастником и виновником унии с Московской Патриархией и разрушения РПЦЗ. Не принес агафангел публичного покаяния и в том, что сослужил митрополиту экуменической сербской патриархии. Агафангел, оправдав ранее диалог синода Лавра с Московской Патриархией сегодня с такой же легкостью, оправдывает решение греческого синода противостоящих о сближении с новостильной Элладской Церковью и официальным православием, равно как и контакты епископа этого синода Георгия Пухоте с Московской Патриархией. По этим фактам и высказываниям можно судить о подлинной экклезиологии Агафангела и его истинном отношении к ереси экуменизма. Что же касается отношения к сергианству, то осуждая на словах внешнеполитическую его форму в СССР и Российской Федерации, по своим внутренним убеждениям и деяниям Агафангел остается откровенным сергианином, но не российским, а украинским, выстраивающим свою церковную деятельность при поддержке и влиянии определенных государственно-политических сил на Украине. Этим объясняется и то, почему Агафангел ввел обязательное поминовение во время богослужений безбожных властей на Украине. Поминовение властей за богослужением является согласием церкви с деятельностью этих властей. Потому православная церковь до революции и поминала православного государя. Поминовение же постсоветских властей, ведущих свою преемственность от свергнувших в 1917 году православную монархию, является предательством святых царственных мучеников и сонманово мучеников российских. Желая иметь поддержку политических сил на Украине, Агафангел открыто покровительствует неонацистской тоталитарной партии-секте полуоккультного толка братства Д. Корченского, вхожей в определенные и влиятельные политические круги. Епископ Агафангел обращался и к посткоммунистическим властям Украины и Молдовы с доносами и требованием лишить регистрации оппозиционное духовенство и приходы РИПЦ и РПЦЗВ. В 2002-2003 годах он пытался насильно захватить кафедральный храм РИПЦ в Одессе в честь святого Иоанна Кронштадтского, настоятелем которого был архиепископ Лазарь. А затем, когда это не удалось, отобрать храм, обращаясь за помощью в безбожные суды и правительственные инстанции и даже к посткоммунистическому президенту Украину Кучми. Обращение от 11 января 2004 года, где он писал следующее. Намерены отстаивать свои права на владение этим храмом у группы, отпавшей от православной церкви и потерявшей таким образом право на владение ее историческим имуществом. Все эти факты свидетельствуют о глубоком духовно-нравственном повреждении агафангела, гонение на истинно православных христиан и обращение к безбожным властям за помощью в этом несовместимо со званием православного христианина и тем более архиерея и подлежит осуждению. Поэтому повторим еще раз. Епископ агафангел восседает не русскую зарубежную церковь, воссоздает не русскую зарубежную церковь, а под ее именем, используя авторитет РПЦЗ, создает совершенно новую организацию, находящуюся под влиянием украинских политических сил. Создаваемая им церковь не РПЦЗ, а Украинский Синод для епархии русской традиции на Украине, организация которого является одной из составляющих национально-государственной концепции украинского правительства по созданию единой поместной украинской церкви. Эта идея активно проводится в жизнь украинскими политическими партиями в союзе с УПЦКП, УАПЦ и УНИАДСКОЙ УГКЦ. Кроме того, епископа Агафангел принимает в сущем сане из Московской Патриархии всех желающих клириков, в том числе и тех, кто подлежит церковному суду и лишению сана за серьезные проступки канонического характера. По канонам такие клирики могут приниматься в церковь только как миряне. Однако и в этих принципиальных вопросах Агафангел грубо пренебрегает святыми канонами, что категорически неприемлемо для РИПЦ. Не может церковь, создаваемая Агафангелом, быть преемницей церкви митрополитов Антония, Анастасия, Филарета и Виталия, архиепископа Аверкия Таушева, епископа Григория Граббе, святителя Иоанна и мученика брата Иосифа. Эта новообразованная группа по своему каноническому происхождению является ответвлением апостасийного синода митрополита Лавра 2001-2007 годов. И нам искренне жаль тех честных пастырей и их чад, которые все еще не разобрались, в какую церковь они вошли, уходя из РПЦЗ МП. Участниками совещания принято единогласно. Россия, город Воронеж, женская обитель иверской иконы Божией Матери 9-22 декабря 2007-го года. Матфея 16-24 Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Филиппийцам 2-21 «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Нехватка лидеров так явно ощутима, ведущих к истине нехватка там и тут, неподготовленные вновь уходят в зиму, руководители активные никак не прорастут, мешает, что корнями углубиться, и соки сочные от веточек доставить, и к птицам тянутся спасительные листья, под ними путник отдохнет усталый, быть лидером ответственность не скрыть, но под собрание подать свое жилище. Такая Лидия слова Господни примет, сама апостолов настойчиво поищет, и кто-то станет слово открывать, снимая все под записи копирку, и вместо кресел жесткая кровать, учитесь расходиться тихо, мирно. Где семя брошенной жаждущих нашли, теперь о ревности смиренно поревнуем, добьемся, чтоб ребенок не шалил, занятия вести не детские бирюльки, расшевелить вопросами пришедших, незнаемое высветить дотошно, о суевериях и колдовстве прошепчут, чужие прочь отвеются как мошки, с молитвой краткой Библию раскрыть, в Евангельское море стоит углубиться, от знатоков бежавших только двери скрип, всем предрассудком вынырнут лоббисты, пока придется разных потерпеть, знакомиться с училищем тирана, отсеется не менее, чем треть, кто не Христа искал, а жмутся к храму, чем больше школ открыто по домам, тем явственнее видим, кто есть овцы, есть толкование Евангелия в трех томах, открытым оком, третий том запросим, 15 сентября 2008 год, Игнатий Лапкин Лапкин